При мониторинге интернета, который ежедневно проводят сотрудники спецподразделения в управлении криминальной полиции области, для выявления лиц, которые занимаются махинациями с паспортами вакцинации и ПЦР-тестами, внимание оперативников привлек один из аккаунтов Telegram. В нем было размещено предложение как раз таки о продаже поддельных медицинских документов. В ходе оперативно-ростных мероприятий были установлены два гражданина, проживающие в городе Костанай, занимающие и предоставляющие услуги по поддельным паспортам вакцинации. В настоящий момент данные граждане задержаны, находятся под следствием. Полицейские даже записали признание одного из подозреваемых. Как выяснилось, аккаунт с предложениями он разместил еще 1 июля. Примерно в то же время он попросил случайного знакомого открыть несколько карточных счетов в банках. После своих объявлений мне начали писать люди, которые сказали, сколько стоят мои услуги и переводили на эти банковские карты. После перевода я их блокировал, так как паспорта никакие не делал. Блокировал и исчезал. Фактически самих документов поддельных уже не было. Они скачивали картинки с интернета и показывали клиентам, кто хотел приобрести, что они именно занимаются этим. В ходе осмотра сотового телефона и осмотра места происшествия, их квартиры не найдены никакие доказательства, что они занимались именно подделкой. Оперативники говорят, что злоумышленники понимали, что люди, перечислившие им деньги, не будут обращаться в правоохранительные органы, так как сами поступали незаконно. Таким образом, желающие приобрести поддельные паспорта самостоятельно перечислили мошенникам в общем около 300 тысяч тенге. От 20 тысяч до 100. В зависимости от времени изготовления. За срочность они попросили больше, а так более 21 дня 20 тысяч тенге. Деньги мужчины потратили на личные нужды. Сотрудники полиции отмечают, что в настоящее время оперативники устанавливают лиц, которые хотели приобрести паспорт вакцинации незаконным путем. Диара Хмечин, Виталий Луговской, РТН